Красивая грудь – мечта многих женщин. И эта мечта осуществима. А пластической операцией, которая позволяет скорректировать форму и объем молочных желез, беседуем с пластическим хирургом Алексеем Александровичем Маляевым. Здравствуйте. Алексей Александрович, как определиться с объемом увеличения? Есть какие-то нормы красоты? Какая грудь считается идеальной? Вначале мы проводим измерения пациента, смотрим на исходные данные молочных желез до операции, также учитываем желание пациента, какой размер же она хотела бы получить после операции. И тогда уже, поставив все эти данные, нам легче выяснить, какой размер получится после операции, чтобы грудь была гармоничной, чтобы подходила под данные физиологические особенности пациента, и также, чтобы не была какой-то слишком большой, но и в то же время слишком маленькой. А можно ли этой операцией убрать асимметрию молочных желез? Да, асимметрию можно скорректировать путем установки импланта, но не каждая асимметрия поддается просто такой спокойной коррекции. Некоторой асимметрии необходимо, чтобы ее исправить, дополнительное хирургическое вмешательство, которое заключает или в подтяжке молочных желез, или в подтяжке одной молочной железы, или просто в подтяжке с одной стороны. Бывают еще асимметрии в размере груди, там возможна установка имплантов различного объема и диаметра. А на сколько размеров можно увеличить грудь за одну операцию? Надо исходить от особенностей пациента и ее пожелания и физиологических особенностей. Если позволяют анатомические данные, можно увеличить на 3-4 размера сразу. Если данные не позволяют, и девушка худенькая, небольшого роста, то на 1-2 размера спокойно можно увеличить грудь. А какую форму имплантата лучше выбрать – круглую или анатомическую? Чем они отличаются? Вначале надо понять желание пациента. Что пациент хочет получить от операции – более естественной формы груди или более округлой формы груди? Конечно, некоторым пациентам, у которых нет собственного объема молочной железы, рекомендуем ставить импланты анатомической формы, которые еще называют их каплевидными. Они позволяют сделать грудь более естественной формы, очень натурально смотрятся, очень гармонично смотрятся. Круглые импланты позволяют наполнить грудь больше верхним полюсом железы, что позволяет сделать более красивое глубокое декольте. И таким образом визуально кажется, как будто размер груди стал больше. Круглые импланты наиболее часто заказывают. Мы смотрим на консультации, и просто не всем они подходят. И уже иногда на консультации, проведя измерения, мы уже подбираем тот или иной имплант, сходя из-за анатомических особенностей пациента. Максимальный размер установленного имплантата какой может быть? Размер имплантата можно заказать на фабрике любой. В моей практике встречались случаи, когда в каждую грудь мы вставили по 850 миллилитров объема силикона. В моей практике были случаи, когда мы устанавливали импланты в одну грудь одного объема, в другую грудь другого объема, что позволило скорректировать асимметрию, и выглядела эта грудь очень гармонично. А из какого материала изготавливаются современные имплантаты? Что входит в их состав? Импланты изготавливаются из медицинского силикона. Оболочка и внутренний состав – это все медицинский силикон, как анатомические, так и круглые. Единственное, отличаются они, это покрытие. Вот это покрытие называется текстурированное покрытие и, например, гладкое покрытие, которое тоже имеет место быть. Анатомические бывают чаще всего текстурированные и микротекстурированные, а круглые импланты бывают гладкие, бывают микротекстурированные и бывают еще полностью текстурированной. Некоторые импланты выпускаются внутри с чипом, который содержит информацию об импланте. Этот чип позволяет в случае разрыва импланта установить его фирму, его серийный номер, дату производства, что впоследствии может заказать такой же имплант и установить уже в точности такой же имплант для повторной операции использования. Имплантаты зарубежного производства чаще используем имплантаты немецкого производства, французского. Также есть импланты американского производства, но есть имплантаты, которые производятся в Коста-Рике, в Корее. Клинк сотрудничает с любыми компаниями, и имплантант можно установить любой, который вы пожелаете. А как устанавливаются имплантаты? Имплантант устанавливается следующим образом. Можно установить имплант разрезом под грудью, называется суммамарный доступ. Можно установить имплантант разрезом через ареолу, трансареолярный доступ. Также можно установить имплантант через подмышечную впадину, называется акселярный доступ. Имплант может располагаться как под большой грудной мышцей, так и под железой. Чаще мы используем субмамарный доступ, разрез под грудью имплант ставим под большую грудную мышцу. Этот доступ наиболее считается самым безопасным, наиболее отработанным и позволяет им установить имплантанты большего размера, если пациентка желает большой размер груди получить от операции. А какой доступ позволяет сделать следы операции как можно менее заметными? Менее заметными доступами считается акселярный доступ через подмышечную впадину и доступ через ареолу, когда идет разрез по сегменту края ареолы. Но так как швы относительно небольшие, то и субмамарный доступ позволяет получить хороший минимальный рубец, который через 4-6 месяцев совершенно заметно особо не будет. Сколько времени нужно провести в стационаре? После операции пациентка в стационаре находится сутки, на следующее утро проводится обход, перевязка и пациентка уходит домой для дальнейшего наблюдения. Расскажите о периоде восстановления после операции. Почему первый месяц стоит отказаться от активной физической нагрузки, посещения сауны, солярия и бассейна? Первый месяц необходимо носить компрессионное белье после операции. Это позволяет сохранять имплант в нужном нам положении, чтобы он никуда не смещался, не было его разворотом и смещением. Если вы хотите, чтобы после операции шов был малозаметным и быстро-быстро прошел после операционного периода, необходимо соблюдать наши рекомендации. Исключить физические нагрузки, какие-то амплитудные движения, махи руками, не поднимать какие-то тяжелые вещи, не посещать баню, сауну месяц, полтора-два. И тогда вы получите тот результат, за которым вы пришли. Нужно ли после операции через какое-то время показываться врачу? Обязательно. Мы приглашаем на осмотр через 6 месяцев и через год. Через 6 месяцев мы смотрим, как ведет себя после операционного шов, а через год уже смотрим, в каком состоянии после операции спустя год стала наша работа, наша грудь. И дарим девушке дальнейшие какие-то рекомендации. Также через год мы предлагаем сделать девушке УЗИ молочных желез, чтобы определить целостность импланта, его состояние, положение имплантата и также какие-то профилактики новообразований. Скажите, пожалуйста, по тактильным ощущениям установленный имплантат будет отличаться от естественной груди? В начале, после операции, грудь достаточно упругая на фоне нарастающего отека. Затем, после схождения отека, железа приобретает естественную форму, что отличить ненатуральную грудь от натуральной достаточно сложно. Есть импланты с разной степенью вязкости. Если пациент хочет на консультации получить упругую грудь, соответственно, мы подбираем имплантаты с упругой вязкостью силикона. Если пациентка хочет более мягкую грудь, соответственно, берется имплант с более мягким силиконом. Имплант имеет память формы, которая позволяет нам при установке его скручивать, сжимать, в итоге потом, получается, он приходит в исходное состояние. То есть имплант очень качественный, имеет большую нагрузку на разрыв. И благодаря этому во время операции мы можем как угодно его смещать, потом, когда установим его уже в карман, подготовленный заранее, мы его расправляем, и в итоге он встает так, как он должен стоять. На консультации некоторые приходят парами, и мы предлагаем пациенту прямо на ощупь определить жесткость импланта, который как раз и в дальнейшем будет заметен или не будет заметен. Чаще всего выбирают импланты со средней степенью вязкости силикона, которые как раз позволяют сделать грузь более естественной и натуральной. А могут ли имплантаты перевернуться, сползти или поменять свое положение? Да, могут поменять свое положение при несоблюдении наших рекомендаций и каких-то нарушений правил послеоперационного периода. Возможно ли грудное вскармливание после мамопластики? Да, после мамопластики возможно грудное вскармливание. Единственная особенность после операции, не рекомендуем 6 месяцев беременеть, а впоследствии и грудное вскармливание, и сцеживание, и беременность, все это можно. Установленный имплант не влияет ни на качество молока, ни на его количество, что позволяет девушке спокойно кормить грудью, сцеживать молоко. А есть ли какие-то специальные запреты для обладательности хирургической в личной груди? Например, летать на самолетах, погружаться с аквалангом, заниматься борьбой или боксом? Запретов как таковых нет, все надо, все хорошо в меру. При каких-то первых признаках болезненности в области груди рекомендуем или уменьшить нагрузку на верхний плечевой пояс, или исключить ее совсем. Для полетов на самолете современные имплантаты позволяют это спокойно делать, никаких ограничений в этом нет. Также можно купаться в проруби, погружаться с аквалангом. Имплантаты выдерживают большую нагрузку, никаких особенностей поведения здесь нет. После операции не рекомендуем 6 месяцев ложиться на живот, 1,5 месяца на грудь. Также есть ограничения в плане плавания, то есть 2 месяца не рекомендуем плавать. Никаких особо амплитудных движений быть не должно. Спасибо большое, Алексей Александрович. Хотим напомнить, что до 31 декабря в СМ-Пластика действует акция по увеличению груди. Благодаря этому у наших прекрасных подписчиц есть возможность сделать себе эстетический подарок Новому году на самых выгодных условиях. Приходите. Приглашаем всех на консультацию в СМ-Пластика. Консультация у хирургов бесплатная, где мы вам расскажем о возможностях наших, проведем 3D-моделирование и подберем имплантат по вашим размерам и вашим желаниям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова